Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и сегодня в выпуске. В Карачаево Черкесии назначен новый руководитель Росреестра. Аминат Батчаеву представил главе Карачаева Черкесии Рашиду Темрезову, руководитель управления Росреестра, поиск ФО Вячеслав Песков. На реке Тиберда завершен капитальный ремонт дамбы. Теперь поводки не страшны и дома защищены от подтоплений. В Карачаево Черкесии собрала представителей бизнес-сообщества со всей России. В Архезе прошел форум «Мой бизнес. Летний лагерь». Юбилей отмечает политик, заслуженный строитель России Анатолий Галимжанович Озов. Он внес значительный вклад в создание развития и стабильность республики. Сегодня руководитель управления Росреестра по СКФО Вячеслав Песков представил главе Карачаева Черкесии Рашиду Темрезову, руководителя управления Росреестра по республике Аминат Батчаеву. На встрече обсудили актуальные задачи, стоящие перед территориальным ведомством, формат взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления Карачаева Черкесии. «Наша главная совместная задача – оперативное решение вопросов государственной регистрации, правособственности и кадастро-картографии по запросам граждан и юридических лиц», – отметил Рашид Темрезов. Он также добавил, что важный элемент работы ведомства – цифровизация и использование современных информационных технологий при обработке запросов. В республике налажено тесное взаимодействие между ведомством и МФЦ, куда могут обратиться граждане и получить необходимые документы. Новая дамба, построенная и жители, чьи дома расположены вдоль реки, могут чувствовать себя в безопасности. На реке Тиберда в Карачаевске гидротехнические сооружения появились в конце 80-х годов. Из-за ежегодных интенсивных паводков инженерная защита износилась и требовалась реконструкция. 430 метров новой дамбы облицовано плитами и укреплено крупногабаритным рваным камнем. Участниками открытия объекта стали почетные гости из Москвы, представители власти республики. Из Карачаевска репортаж Алла Динаевой. В опасной зоне, прилегающей к реке Тиберда-Карачаевска, живут более 320 человек. Там же находятся и социальные объекты. Капитальный ремонт предусматривал работы на левом и правом берегу реки. Протяженность дамбы около 2000 метров. На месте обустроили насыпь из пойменных грунтов с креплением рваным камнем, заменили железобетонные плиты. Окончание работ было запланировано на 2023 год, однако ремонт завершили досрочно в июле этого года. Свидетелем мероприятия досрочного ввода в эксплуатацию объекта по защите населения от наводнений стали заместитель руководителя Росводресурсов, представители правительства республики, депутат Госдумы и, конечно, жители. Действительно очень важно. Во-первых, упредили ситуацию, потому что планировались вводы в эксплуатацию в следующем году, и никто не гарантировал, что в следующем году до ввода не будет паводка, которая не смоет все вот эти, которые мы видим, ближнележащие домовладения. Поэтому правительство сработало на опережение, и это очень важно. И самое главное, наверное, ту активность, которую проявляют и представители республики в Государственной Думе и в Совете Федерации, только благодаря вот этой активности в том числе мы можем совместно отрабатывать и финансировать такие мероприятия. Укрепление берегов в поводкоопасных районах позволяет минимизировать ущерб от наводнений и обезопасить местное население. Особенность горного рельефа и характер рек сказываются на бурном и интенсивном прохождении паводков, которые случаются в Карачево-Черкесии. А укрепление берегов позволит остановить развитие эрозий, сохранить от размыва пойменные земли, улучшить пропускную способность русла. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачево-Черкесия. Форум «Мой бизнес. Летний лагерь» собрал в Архизе представителей инфраструктуры поддержки представительства со всей России. Наша республика в качестве хозяина форума определена не случайно. Мероприятие проходит в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии и пятилетнего юбилея регионального центра «Мой бизнес». Ахмат Халкевичев продолжит тему. Работу форума разбили по трем направлениям. В первом специалисты Федерального Минэкономразвития изучали инвестиционный климат и потенциал регионов. Во втором шла разработка конкретных мероприятий по поддержке предпринимателей и самозанятых. Ну а в третьем – организация общей площадки для новых целей и задач. Цель форума – это обмен опытом, выработка миссий, ценностей команды «Мой бизнес» для того, чтобы улучшить качество обслуживания предпринимателей в структурах, подобные нашей. У нас будет присутствовать 12 министров экономического развития в пленарной дискуссии, также замминистра, и предприниматели получат возможность напрямую задать свои вопросы тем людям, которые определяют, как предприниматели будут жить с точки зрения законодательства и исполнительной власти. Форум также посетили заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, министра экономического развития Крачево-Черкезии Алина Кохов и руководство Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России. Наша инфраструктура напрямую работает с предпринимателями и знает их потребности, боли, взгляды. Поэтому, собрав такую крупную площадку, мы позволим внедрить те меры поддержки, которые действительно необходимы в настоящее время. На площадку съехались представители органов исполнительной власти, руководители и сотрудники центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» со всех регионов страны. У участников форума была уникальная возможность презентовать свои идеи и проекты экспертам федерального уровня. Мы рассказали проект, какое мы видим будущее развития центра «Мой бизнес» к 2030 году. Мы сделали акцент на том, что центр «Мой бизнес» к 2030 году должен развивать основные направления развития, которые есть на сегодняшний день в приоритете. Это и технологии, и инновации, это, безусловно, и развитие инженерной инфраструктуры, развитие массового сектора, куда заходятся социальные контракты, развитие социального предпринимательства, частично сферы туризма, это в той части, где, например, гиды, экскурсоводы и все остальное. Безусловно, это развитие в части какой-то гарантийной лизинговой поддержки. Именно того, чтобы на сегодняшний день центр «Мой бизнес» стал тем единым окном, про которое все говорят, но сегодня до конца не реализовано. Говоря об эффективности мероприятий, организаторы отмечали тот факт, что архивский бизнес-лагерь на одной площадке собрал более 250 участников. На полях форума удалось организовать тесное общение специалистов центра «Мой бизнес», представителей власти и предпринимательского сообщества. Ахмат Халкищев, Расул Бердеев, Вести Крачево-Черкесия, Архиз, поселок «Романтик». Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Крачево-Черкесия Температура ночи 16-18, днем 19-21 градусов тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Автоматизированная система на стражу закона. Не первый год в Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. С тем, как работает всевидящее око, расскажет наш корреспондент Артур Мхце. Почти все, что происходит на улицах Черкеска, постоянно находится в зоне наблюдения системы «Безопасный город». Всевидящее око помогает полицейским контролировать ситуацию в региональной столице и при необходимости оперативно реагировать на любые противоправные действия. Установленный в середине прошлого десятилетия автоматизированный комплекс не раз приходил стражам порядка на помощь при раскрытии преступлений. В настоящее время на территории города Черкеска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего в установлении лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. «Безопасный город» — это не только более двух сотен камер видеонаблюдения, которые расставлены в наиболее оживленных местах Черкеска, а также во многих дворах. Комплекс позволяет в течение длительного времени хранить полученную картинку. Если человек знает, когда примерно совершено правонарушение, есть возможность, так сказать, отмотать время назад. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. Совместное взаимодействие полиции и властей муниципального образования позволяет совершенствовать автоматизированную систему. Многократно доказано, камеры видеонаблюдения почти сразу делают просматриваемую ими территорию более безопасной. Полицейские надеются, что в скором времени «Безопасный город» позволит в режиме реального времени мониторить происходящее в любой точке республиканской столицы. А это в интересах в первую очередь самих законопослушных жителей Черкеска. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкесия. Завтра в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» при участии уполномоченных органов пройдет единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей. Подробную информацию можно получить по телефону 20 12 12, а также написать на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. В ряде средств массовой информации появилась информация о том, что посещающим Карачаево-Черкесию туристам рекомендовано быть особенно осторожными при выборе маршрута передвижения. Причина – возможность заражения чумой от обитающих на высокогорье сусликов. Как нам пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, для всех желающих посещать курорт республики никаких препятствий не существует. Людям лишь рекомендовано соблюдать ряд правил, которые помогут им получать от отдыха исключительно положительные впечатления. С этой же целью еще в прошлом году в местах обитания грызунов были установлены баннеры с информацией для туристов. Суслики, которые там находятся, у них есть норки. Самое главное для всех, кто там посещает, не подходить ни к этим норкам, ни к этим сусликам, ни в коем случае их не кормить, ни общаться, ни трогать этих сусликов, если, например, увидели их мертвыми. Так как существует опасность нападения на вас блохи с этого суслика и заражения, поэтому меры предосторожности именно ограничительного характера именно в этих населенных пунктах. В пределах Малокарачаевского района пока активизации очага не наблюдается, но пока живого возбудителя там мы не нашли в ближайшие последние годы или полтора. То, что касается наших основных курортов, Архиз, Дамбай, например, Медовые водопады, там очагов чумы вообще нету, и поэтому беспокоиться туристам не стоит. Еще раз повторюсь, это касается только высококорной местности. Там вот находится, например, у нас урочище Бетюк-Тюбе, где находится термальный источник, и вот туда бывают ездить туристы с целью лечения или просто полюбоваться красотами. Даже некоторые остаются с ночевками, с палатками, вот им нужно соблюдать меры предосторожности. Исполнилось 80 лет Анатолию Галимжановичу Озову. В 1995 году он возглавил правительство Карачаево-Черкесской республики, а в 1999 Анатолий Галимжанович стал руководителем управления федеральных автомобильных дорог Карачаева-Черкесия Федерального дорожного агентства. В настоящее время Анатолий Озов является заместителем директора филиала Упордор-Кавказ в Черкесске за заслуги в дорожно-строительном хозяйстве Анатолий Галимжанович Озов награжден государственным и ведомственными наградами, благодарностью президента Российской Федерации, орденом «Знак почета», орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой, имеет почетное звание «Заслуженный строитель Карачаева-Черкесской республики, заслуженный строитель Российской Федерации». Почетный гражданин города Черкеска. В эти дни в Париже, во Дворце науки и культуры РФ, в Русском доме правительства России проходит творческая выставка ногайских художников. Главная тема данной экспозиции – творчество талантливого художника, поэта, писателя, этнографа и музыканта Сраждина Батырова. Он внес неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного наследия ногайского народа. Организовала выставку «Семья художника», его многочисленные друзья, последователи и фонд имени Сраждина Батырова. На экспозиции выставлены работы 11 ногайских художников. Надо отметить, что рядом с уникальными экспонатами мэтра Сраждина Батырова и картины его учеников. В Вернисас посетили официальные лица дипломатический корпус во главе с послом РФ во Франции, известные деятели культуры как России, так и Франции. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова